Здравствуйте, с вами программа культурный шок на канале Тон ТВ, я ее ведущий Марк Котлярский. Сегодня у меня в гостях Павел Шапира, житель города Сан-Франциско, города-героя, который, как известно, находится в Соединенных Штатах Америки, но дело в том, что я сегодня и изменю некоему своему правилу, ну, Паша, во-первых, привет, дорогой. Добрый вечер, большое спасибо. Добрый день, да, нас смотрят в разный приглашение. Дело в том, что я обычно, как бы, так сказать, приглашаю и собеседников своими, я всегда обычно, мы, как правило, общаемся с ними достаточно в форме такой изысканно вежливой на вы, но дело в том, что я знаю Пашу Павлика Шапира столько лет, что могу позволить, и мы можем себе позволить с ним говорить на ты, и это нисколько будет, не будет смущать ни меня, ни его. Я думаю, что больше 30 лет примерно я так прикинул, вот. Но прежде чем начать его спрашивать, я хочу вам рассказать, дорогие друзья, что вот очень интересная судьба этого молодого человека, который сейчас сидит передо мной, вот жил мальчик такой, обычный еврейский мальчик, родился в обычной еврейской питерской семье, рос себе, рос до начала 90-х годов, пока потом не уехал в Соединенные Штаты Америки, ну, скажете вы, ну, мало ли, кто не уезжал в это время в Соединенные Штаты Америки. Это да, это так. Но я напоминаю, что передача-то называется у нас «Культурный шок», и я хочу, скажем, немножко забежать вперед и сказать, что действительно я испытал культурный шок, когда открыл один раз интернет и увидел, значит, фотографии с Каннского фестиваля и на красной ковровой дорожке, по которой, как известно, ходят всякие разные знаменитости, там, начиная, там, от Катрин Денёв, там, и кончая кого-то там ещё, и вдруг увидел своего, был, хорошего, так сказать, знакомого, долгого и доброго Павлика Шапира, который вместе со своим соавтором Эрик... Эрик Вебер. Эрик Вебер, да. Шёл по красной дорожке Каннского фестиваля. Вот это было для меня действительно, и даже гордость, я бы сказал, потому что я потом выложил эту фотографию в Фейсбуке, и, по-моему, отклик был колоссальный, так сказать, и до сих пор для меня это, ну, вот, как-то вот, во всяком случае, мало того, что приятно, это ещё, знаете, как-то вот, потом я уже выяснил, что Павлик Шапира за это время, что он живёт в Америке вместе с Эриком Вебером, своим приятелем и соавтором, который живёт в Германии, да, он, по-моему? Он жил в Германии сейчас, мы уже вместе работаем в Сан-Франциско. А, он к тебе перебрался в Сан-Франциско, да? Совершенно. То есть, вот, как бы, как написал журнал СНОП, который посвятил, кстати, большой материал, огромный, значит, Павлику Шапира и Эриху Веберу, написал, что вот ребята там, как бы, они писали, чтобы не сойти с ума в то время, когда они там писали какие-то программы, они, значит, пять лет занимались тем, что делали свой собственный первый анимационный фильм, по-моему, про Шеллока Холмса, что-то в этом роде, да, Павлик? Да, совершенно верно. Вот, и, собственно говоря, вот с этого началось вдруг, это был первый, как бы, их этап к славе, скажем так, вот. Вот, потом было что-то, по-моему, связанное с клипом для Печу, Печу Бойса, если группа... Было, было немножко раньше, но... Ну, как бы, в одно примерно, да, да, да. Потом, значит, если я, опять-таки, я просто по памяти, ты меня поправишь, потом на вас вышел вот этот знаменитый этот продюсер, да, как его... Музыкант Вилаем. Который, это уже просто английские там названия, поэтому я точно расскажу, какую там знаменитую группу, которая провела наиболее... Один из самых известных его проектов, это группа Black Eyed Peas, вот, но его деятельность простирается намного дальше популярной музыки, я, может, немножко об этом тоже расскажу, но, да, вот такое было. Да, и потом, значит, так сказать, и потом, после этого, как говорится, пошло и пошло и пошло, и потом уже, как бы, началось сотрудничество с Голливудом, вот, и вот, и это мне действительно до сих пор побегает, мне трудно представить, как понятно, что тот самый маленький мальчик, который, как бы, так сказать, сидел когда-то с моим сыном, и теперь вдруг, оказывается, сотрудничает с Голливудом, и не просто сотрудничает, как бы, а на очень, как бы, такой... На очень таких интересных началах, как бы, делать какие-то потрясающе интересные вещи, ну, это приятно всегда, вот, Паш. И скажи мне, пожалуйста, вот теперь, пожалуйста, вот подробнее, если можно сказать, что вообще такое, значит, сотрудничать с Голливудом, что это, как бы, расскажи, пожалуйста. Ну, во-первых, спасибо большое за приглашение в студию, в твою, я видел много передач, и очень рад здесь быть, и за теплые слова лесные тоже большое спасибо, и за молодого человека, тоже, а он... Ну, для меня, извини, учитывая... Вот, а что такое сотрудничество с Голливудом, наверное, я до сих пор пытаюсь понять, потому что это интересный, хаотический процесс для меня, и, ну, ты в общих чертах рассказал, как бы, действительно, наш путь с моим партнером, с которым мы работаем много лет, начиная с Мухинского училища, где мы учились вместе с Эриком, и работали на Ленинградском телевидении, вот, а потом мы разъехались в разные страны и начали работать, и, собственно, вот, начали работать над, как ты правильно сказал, над пятиминутным фильмом, который занял у нас пять лет, и, как бы, немножко это где-то прозвучало, и, вот, действительно, возникло некое сотрудничество с Голливудом. История наша немножко, действительно, нетипичная, и я до сих пор не перестаю удивляться и пытаюсь понять, что же вообще, как бы, где мы находимся, чем мы занимаемся, потому что вот этот человек, которого зовут Вилаем, он уже после выхода нашего мультика, так как он появился в Каннах на Нью-Йоркском фестивале, вышел на меня, и он действительно очень интересный человек, он, как бы, возглавлял и возглавляет одну, в 2010 году самую популярную поп-группу, эстрадную поп-группу в мире, то есть в определенные моменты она была номер один, и, по-моему, в течение 2009 года она занимала первое место в чартах на протяжении, по-моему, восьми месяцев, что было рекордом, абсолютно абсолютным рекордом, который, ну, то есть даже там Битлз никогда не побивали. Вот, и при этом, то есть мои ожидания, как бы, от этого человека, что это, ну, обычная поп-звезда. Вот, и оказалось, что этот человек, он совершенно, он меня удивил тем, что он, интересы его деятельности, они настолько широки, что их очень трудно даже определить. Он занимается, он сейчас, например, выпускает свои, то, что называется, смарт-вотч, это часы, в которых есть сотовые телефоны, телефон, и это единственные часы, сотовый телефон, который можно носить на руке, который сейчас существует, во всяком случае, на американском рынке. И он предлагает абсолютно безумные проекты, которые очень трудно даже представить, что они осуществятся, и ему удается это осуществить. И мы с ним пересеклись где-то в 2008 году, и он, ему показалось интересным то, чем мы занимаемся в области анимации. И он предложил некий проект, который был просто некий веб-сайт, такой концептуальный веб-сайт, посвященный защите окружающей среды, который был сделан как некая акция, это была песня, его песня, на слова, и ты не удивляйся, а Алгора, то есть была некая речь Алгора, он переделал в песню, и из этого мы сделали некую арт-инсталляцию в веб-пространстве. И вот это было первое предложение, он уже придумал этот проект, он предложил нам сделать вот визуальную часть этого проекта. Мне это показалось интересным, я сделал это как фрилансер, я в тот момент работал в рекламе, в рекламном агентстве, и ему понравилось, он предложил нам еще несколько проектов, после чего он предложил нам такое сотрудничество, то есть он предложил мне и ряду моих коллег, которых я привлекал, в том числе Эрика, к подобного рода проектам, заниматься этим постоянно. То есть он финансирует нашу деятельность, то есть у нас есть в Сан-Франциско небольшая команда, и что интересно, что деятельность этой команды очень трудно охарактеризовать, потому что ограничить, потому что начиная от абсолютно независимых арт-инсталляций, которые вот только что я делал в Греции и в Лондоне, и кончая достаточно рутинными проектами, как музыкальные клипы для поп-звезд, эстрады, и какой-то рекламой, то есть очень трудно даже ограничить. Я не удивлюсь, если завтра он предложит нам какой-нибудь проект, который будет связан с чем-то совершенно новым. Он, например, один из его проектов с НАСА заключался в том, что его песня была первой песней, которая транслировалась с Марса. То есть он человек такой затейник. И наши интересы творческие в какой-то степени совпадают, и в этом, конечно, нам повезло, потому что нам удалось под, так сказать, покровительством финансовым в основном этого человека создать себе такую детскую площадку, на которой мы можем творчески развлекаться в самых разных направлениях. И работать там, не знаю, один из проектов, который мы делаем, это комикс, история комикс, но она будет существовать в цифровом виде, в виде приложений для мобильных приложений. То есть там будет определенные технологии использоваться, которые в данный момент являются современными технологиями, доступными. Мы пытаемся сделать эквивалент комикса для современных молодых людей. — Слушай, подожди, а помнится, был у вас такой проект, что с ним стало, кстати, мультик про Обаму? — Ну, мультик про Обаму — это один из типичных проектов, но я должен сразу оговориться, что вот эта вот немножко такая безудержная свобода, которая на нас свалилась, — у нее есть одна негативная сторона, у нее есть как бы определенная цена, что далеко не все начинание, в которое мы вкладываем свои души и силы, заканчивается как бы какой-то точкой художественной. И вот этот проект, к сожалению, был, и пока он был положен на полку в пользу каких-то других проектов, мы действительно у нас было придумано сценарий про Обаму, и сценарий этот, кстати, написала хорошая моя очень знакомая Ленор Горалик. — Ленор Горалик, да. — Да, вот. — Есть еще надежда, что нам удастся его реализовать. — Ну, какой-то трейлер вы сделали. — Да, мы сделали трейлер, и это был в определенной степени эксперимент, потому что мне хотелось понять вот по этому трейлеру, насколько будет, то есть в новом цифровом пространстве, попробовать как бы протестировать идеи их, их как бы до их полного реализации. И как бы, ну, там по ряду причин, опять же, в том числе и финансовых, потому что анимационная технология — это очень дорогостоящая вещь, вот. Этот конкретный проект не был реализован, да. — Скажи, пожалуйста, а вот ты, говоришь, ты приехал, собственно говоря, сюда из Греции. — Совершенно верно. — Что у тебя там было в Греции? — Мне нужно для этого вернуться на год назад, потому что год назад, это был один из моих любимых проектов за последнее время, мы сделали в сотрудничестве с английским музеем современного искусства, который называется «Барбекян», мы сделали арт-инсталляцию. Эта арт-инсталляция — это, опять же, в сотрудничестве с Вилаймом, он написал песню, и он поставил перед нами такую задачу — сделать... нам было выделено помещение в этом музее, сделать некий арт-объект, который будет заменой в какой-то степени, ну, концептуальной заменой музыкального клипа. То есть, что происходит сейчас в современной музыке? Люди... музыка стала как бы, ну, таким товаром, который люди не покупают, они ее слушают на YouTube, они ее слушают, скачивают там в MB3. И одной из целей, которую он перед нами переступоставил, это сделать некую перформанс, некое действо, которое будет эквивалентом музыкального видео 2001 века. То есть, что... какой... что-то куда человек может прийти, чтобы человек не воспринимал это, сидя на стуле перед тем компьютером, которым он сидит целый день, а чтобы ему нужно было куда-то пойти и воспринять музыку, как бы, вот через некое действо. И мы сделали некое действительно такое действо — это светомузыкальная арт-инсталляция, которую... Одно из плюсов, и в то же время для нас недостатков которого заключается в том, что ее невозможно снять на видео. Нужно действительно прийти и попасть в эту комнату для того, чтобы ощутить то, что мы придумали. Я, кстати, помню, перебиваю себя, я помню, перед тем, как мы сейчас уйдем на рекламу, я помню, ты мне потом об этом расскажешь, я помню даже фотографию, которую, кстати, я тоже продублировал в Фейсбуке, это фотография, как ты объясняешь смысл этой вашей арт-инсталляции, принцу Ильяму там или как его там... Принцу Эндрю. Принцу Эндрю. Да, совершенно верно. Окей, это мы к этому вернемся, сейчас мы уйдем быстренько на рекламу, потому что реклама, увы, ты понимаешь, двигатель торговли. Я очень хорошо это знаю. И так мы уходим... Ты это хорошо как рекламочка, как сказать, мы уходим на рекламу и вернемся скоро в студию и продолжим нашу программу «Культурный шок». Итак, реклама на канале Итон ТВ. Итак, мы снова в студии Итон ТВ на программе «Культурный шок». Я ведущий Марк Отлярский. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях Павел Шапира, человек, который занимается анимацией, не просто анимацией, сотрудничает с Голливудом, человек, чей анимационный фильм был представлен в 2008 году, да, если я не ошибаюсь? Совершенно верно. На Каннском фестивале, вот, что как бы тоже само по себе достаточно интересно. Мы остановились с тобой на арт-инсталляции, которая была в Лондоне, и на фотографии, я помню очень хорошо, что ты объяснял что-то вот этому принцу Эндрю, который пришел туда, вот скажи, что это, чем тут заявилось? Очень быстро я хочу сказать одну вещь, что фильм наш представлялся на Каннском фестивале, чтобы не было не в конкурсной программе, то есть это не совсем тот уровень, о котором люди думают, когда они думают о Каннском фестивале, он был там в одной из многочисленных... Ну, там полно номинаций боковых каких-то. Это даже не номинация, вот, но все равно было очень приятно, так сказать, его там показать, то есть его просто взяли показать в числе большого числа разных других анимационных фильмов, но, то есть я хотел просто это уточнить. ... ... ... ... Я понял lately, что в моих долгих лет, как детектив, все что я делал, было сцепиться на поверхность. Но вы видите, мой друг, все моё логическое мнение не объясняет правильный ориентированный преступник. Потому что любой преступник, это иррациональный акт. Я знал, что мне нужно развиваться. Если моя логическая конструкция неизвестна для меня для того, чтобы я достигнула в глубине человеческого сознания, эта самая логика диктала мой следующий шаг. Только из-за интенсионного проведения неизвестных действий неизвестных действий я пытаюсь понять настоящую волну иррационную действию в Криньл Бэээлл. Продолжение следует... 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 значит. То есть это уже мое посещение этой выставки, это не столько творчество, это как бы отголоски некого творческого процесса, ну и, так сказать, присутствие на открытии, это всегда приятно. Ну, это в Афинах было, да? Это в Афинах совершенно, в центре Астанакиса, если кто-то из твоих зрителей окажется рядом, я не буду очень рад, если вы посетите. Слушай, они там не собираются куда-нибудь еще переследовать эту выставку, в Израиль, в Россию? Я у них об этом спрашиваю, и насколько я знаю, она будет в Истамбуле, в Милане, но они, вот что будет после этого, они еще не знают, и есть надежда, может быть кто-то должен с ними связаться и предложить про станцию. Скажи, пожалуйста, какие у тебя вообще, как бы, на сегодня, кроме, ну, это ресталляция, это уже как бы отработанный как бы проект, а вот из тех проектов, которыми ты работаешь, которые нацелены в будущее, на будущее, о чем можно говорить? Что ты можешь рассказать об этом? Чтобы не сглазить. Чтобы не сглазить, постучи, можешь постучать. Потому что есть некоторый набор проектов, над которыми мы сейчас работаем. Один я упомянул, хотя, может быть, даже и не должен был, а это комикс, над которым мы работаем. Мы работаем над несколькими музыкальными клипами, вот непосредственно сейчас. Наверное, есть смысл рассказать о проекте, который, возможно, выйдет в ближайшее время. Это он, в принципе, уже закончен. Это клип, который называется «Смайл Монна Лиза», «Улыбка Монна Лизы». И мне не хочется слишком много о нем говорить, но это музыкальный клип, где, опять же, в определенной степени мы берем современную хип-хоп-группу «Black Eyed Peas», которая, как бы, ну, вот самое, что ни на есть, в какой-то степени в моем сознании противоположность эстетическая, культурная, классическому искусству. И мы делаем между этим некий... Пытаемся сделать между этим какой-то замес, как бы как-то противопоставить эти две, то есть вставить героев современного хип-хопа и поместить их в картины эпохи Возрождения. Вот, но, как бы, я надеюсь, что в ближайшее время этот клип выйдет, и мы сможем, я смогу тогда о нем больше говорить. Но это используют именно те современные технологии, о которых ты говоришь? Ну, в какой-то степени мы используем во всем, что мы делаем, связанно с компьютерами. А что-то, скажи мне, а что у тебя связано с Голливудом? Да, ну, значит, Вилаем, то есть моя связь с Голливудом, это вот этот человек, и в его окружении другие люди, музыканты, продюсеры, с которыми я работаю. Через вот этот контакт. Но, работая в этой среде, я действительно, как бы, познакомился с этим миром, с очень непростым миром Голливуда, потому что я, как бы, мне чудовищно повезло, конечно, в этой ситуации, мне везло много, потому что люди обычно оказываются там совершенно иначе. Это очень, так сказать, непростой путь для людей. И, так сказать, я вот наблюдаю много очень талантливых людей, операторов, художников, дизайнеров, актеров, которые, ну, как бы, которым не так повезло, и которые, наверное, не менее талантливые, чем я, которые работают по 20 часов в сутки за невероятно маленькие деньги, чтобы зацепиться в этом мире. И, так сказать, несмотря на то, что в Голливуде, конечно, есть деньги большие, но большинство людей, это очень интересное наблюдение, которое я сделал, большинство вещей, большинство даже на высоком уровне сделанных вещей, они так или иначе оплачивают, то есть много профессионалов работают за очень маленькие деньги, особенно если это связано с большими именами. Вот, и, так сказать, как бы вот я с этим немножко изнутри познакомился, особенно актеров. Да, это странно, потому что, знаешь, мы привыкли слышать там о миллионных гонорарах какого-нибудь там Брюса Виллиса, я не знаю, или еще кого-то там, миллионных, за фильм получающий 10 миллионов, 15 миллионов, 20 миллионов, а ты говоришь как бы совсем о другом, о том, что как бы это самое, что картина-то может быть совсем иная. Как картина иная, это не то слово, потому что мне стыдно признаться, что я иногда оказываюсь на, как бы пользуюсь этим моментом, потому что очень много талантливых людей, опять же, актеров, операторов, можно пригласить работать за небольшие деньги, потому что у тебя есть интересный проект, или потому что у тебя есть как бы звезда, большое имя, которое к этому проекту связано, и я бы, конечно, у меня никогда нет желания, так сказать, пользоваться таким положением, но иногда это просто вынуждено, потому что... Ну, таковый тариф, ты-то здесь при чем? Таковы ставки, таковый тариф, ты же их не устанавливал. Да, поскольку это не мои деньги, то я не могу... Скажи мне, давай вернемся, все-таки хочу вернуться к Каннскому фестивалю, то, с чего мы начали, собственно говоря, уже безотносительно к новым технологиям и так далее, что тебя как бы... Можешь сказать, что тебя там такое удивило, что-то... Чем вообще тебе запомнился этот Каннский фестиваль? Каннский фестиваль мне запомнился очень многим тем, насколько был пьян Жан-Клод Ван Дамм, когда он шел по... Нет, реально, просто невероятно. Вот. Каннский фестиваль, это было... Опять же, то есть мы, в принципе, себя туда привезли и сами, но это не было... У нас было много успешных выступлений на других фестивалях, на Нью-Йоркском фестивале мы оказались действительно в числе там официальной, то, что называется official selection. А Каннский фестиваль, как я уже сказал, там он с каждым годом все разрастается, там очень много разных программ, и в принципе в них протиснуться там в таком жанре, как короткая анимация совершенно несложно. Вот. Мы... Но атмосфера была потрясающей, то есть действительно это было такой... Особенно это помогло нам поставить точку в проекте, над которым мы работали так долго, и тяжело, потому что трудно заставить себя делать пять лет одну короткую историю. А почему пять лет? Почему пять лет? Это очень хороший вопрос, потому что я, так сказать, компьютерная анимация, это то, чем я живу, это то, что мне интересно, но также это совершенно не вопреки многим иллюзиям, это не то, что упрощает или убыстряет процесс, то есть нарисовать анимационный ролик руками гораздо быстрее и легче можно, если есть этот навык и этот талант. Вот. Но это средство сделать определенную форму, которая нам для этой истории показалась идеальной. Вот. Но это превратилось для нас действительно в какой-то адский труд, чтобы довести это в этой форме до конца и рассказать эту историю до конца. Этот фильм называется Unpredictable Behavior непредсказуемое поведение. Он есть на Ютьюбе, он есть с русскими титрами, так что его можно просто найти. Да, он может быть. Вот. И для нас этот Каннский фестиваль это был скорее такой отпуск, который позволил нам поставить точку в этом довольно долгом и трудном пути, потому что так сказать, работать над одной короткой историей так долго так сказать, в те времена у нас не было такой свободы, мы работали, у нас у всех были работы, я работал в рекламном агентстве, Эрик работал в области компьютерных игр и мы делали эти проекты, беря отпуска, причем часто беря отпуска за свой счет, в Америке отпуска небольшие, вот, и вот работая по два раза в году, по три-четыре недели. Окей, ну, короче говоря, зато вы устроили праздник самим себе, называется праздник, который всегда со мной, вот, и я думаю, что как бы все еще впереди, мы еще увидим много, множество анимационных проектов, в которых ты будешь участвовать, мне остается время на шесть стекла, к сожалению, вот, и остается поблагодарить тебя, что ты пришел сегодня, приехав прямо с Греции, сразу приехал в студию сюда, вот, я еще раз напоминаю, что у меня сегодня в гостях был сегодня аниматор Павел Шапира, человек, работающий с Голливудом, демонстрирующий свои фильмы на Каннском фестивале, и на других фестивалях, я надеюсь, что как бы мы еще услышим это имя, вел программу Марк Котлярский, всего доброго, до следующих встреч в эфире.